Мы можем четырьмя способами поставить один белый квадратик. Можем еще двумя способами, а два в углах квадратика. Совсем не вообще. Давайте я для вас еще раз повторю условия. Есть квадратик 2 на 2. Каждая клетка белая или черная. Не то, что у нас есть две наклейки, которые мы клеим, а просто каждая клетка белая или черная. И это прибито к доске. Сколькими способами может выглядеть эта картинка? Мы можем сначала всю доску белую. Понятно. Вообще, не будете выписывать эти варианты. Удача совсем простая. Давайте. У нас есть 2 на 2. Чтобы поставить сюда, у нас есть два варианта. Сюда так же, сюда так же и сюда так же. Получается, у нас ответ 2 в четвертый. Это равно 16. Поняли? Это правильно. Это в пункте А правильный ответ. Б. Так как мы это 2 раза можем повернуть 4 раза, поэтому мы 16. Далее 4 равно 4. Поняли? Да. Поняли? Поняли, поэтому и нужно решать такие простые задачи. Ответ не верит. Я в поединке варку вот так. Считала? Смотрите. Почему ответ? Ну, потому что... Не всегда при повороте у вас получится... Новая картинка. Новая картинка. Поняли? Вот представьте себе, что вы взяли человека какого-нибудь, поставили его ровно-ровно и сфотографировали. После чего эту фотографию вы поворачиваете, переворачиваете. Ну, что-то понятно, да? Делаете эти цели прямогулик. Вы понимаете, что возможно, что у вас будет такая проблема? Вот у вас есть человечек. Давайте вот мы начнем прямоугольник. Это есть прямоугольник? Вот есть человечек. Да. Нормально? Да. Нормально. Что может возникнуть? Ну, вообще, да, может возникнуть вот так, вверх ногами. И это не перепутаешь, правда? Конечно. Тогда вверх ногами не перепутаешь. А что еще может быть? Может быть, только цели ровно-ровно-ровно. Вот смотрите, тут все зависит от того, он у нас с проблемами или нет. Если у этого человека есть какая-нибудь родинка, или он чуть-чуть голову наклоняет, понятно, да? То, когда вы вот так вот отражаете картинку, вы получите новую картинку. Ну, вот, например, человек, когда фотографируется, если посмотрел в сторону, то когда вы отразите, он будет смотреть в другую сторону, правильно? А представьте себе такое вот идеально ровное лицо, без каких-то вот, да? Вы понимаете, что тогда, скорее всего, не отличишь? Правильно? А такое вообще хватит все? Ну, что, ровное, большинство людей, оно, конечно, не вполне ровное и отличишь. Но, хорошо, дело в том, что в отличие от человека, у которого много всего дали цепь, у таврички-то совсем мало. Понимаете идея? И поэтому ответ не получает за делением на 4. Так что надо думать. Да? Мы можем взять его в 6 вариантов. Ну, как? Сначала вехи пьяка длится 2 на 2 белая. Да. Ой. А вы пишите буквы B, 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 B. Да, такой вариант есть. А да, клеточка черная. Да, есть такой вариант. Еще бывает, когда... Вся таблица черная. Согласны? Но ведь если бы клеточка белая... Да, 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 белая, все остальные черные, бывает. Так, а что еще бывает? А когда их равны, когда их число, век, его пламя. Либо они соседние по стороне. Либо по диагонали. Либо они по диагонали. Все понятно? Итак, сколько здесь вариантов? 6. 6. Спасибо. Спасибо. Вот. А вот теперь, господа, вам будет то же самое. Дело в том, что пока вариантов не очень много. В общем, понятно, что такой способ работает. Даже если я вам сейчас скажу доска 3х3, то, наверное, вы порисуете и через какое-то время решите. А вот 8х8, вы понимаете, что 2х64 степени это чудовищно много. Почему? Потому что 2х10 это уже больше 1000. Значит, 2х60 это больше, чем 1000 в шестой степени. А 1000 в шестой степени это миллиард, миллиард. И нарисовать все такие доски вы не сможете никогда. А может быть, и сходим. Да, все же. Нет. Ребята, секунду. В том, что и время, что здесь очень четкое понимание, что 10 вариантов или 100 вариантов отличаются тем, долго будете решать или нет. А вот если у вас миллиард вариантов, и вы работаете, естественно, без компьютера, то миллиард вариантов это то, что вы уже не успеете делать за жизнь. Понимаете? А миллиард, миллиард. Это нужно все человечество сажать. И за жизнь, то есть, понятно, да? Все человечество просает все свои дела, не ест, не пьет варианты рассматривания. И через, не знаю, 50-е, сколько там, 100 лет, они эти миллиарды, миллиардов без компьютера рассматривают. А я хочу, чтобы вы все-таки решили эту задачу как-то... Не надо компьютером. Понятным образом. Все понятно. В книжной этой задачи, конечно, нет. В книжной задачи, конечно, только 2 на 2. Но мы же с вами умные. 2 в 6 в 2, пункт B. Если пункт A, то 2 в 6 в 4, а пункт B 2 в 6 в 2 плюс 2 в 6 в 6. Пункт A вообще шевист. Это 2 в 6 в 4. А вот пункт B вы сказали неправильно. А ее можно поворачивать или нет? Я говорю, есть одна задача, когда поворачивать нельзя, и тогда ответ 2 в 64. И думаю, что это все понимают. А есть другая задача, когда поворачивать можно. 2 в 64. Нет, я боюсь, что вы сами не сделаете. Вот я помаху. Всего в 64 для этого. Поэтому количество всех способов 2 в 64. Если нас интересуют способы, которые выдерживают поворот на 180 градусов, то фактически нужно покрасить верхнюю половину, и после этого поворотом получаем покраску нижнюю. Значит, таких способов 2 в 32 степени. Если же нас интересуют те, которые выдерживают поворот на 90 градусов, то нужно покрасить любым образом вот такую доску 4 в 4, и после этого повернуть, повернуть, еще раз повернуть. Значит, будет 2 в 16 степени. Итак, вот это вот выдерживает поворот на 90 градусов. Вот видите, выдерживает поворот на 180 градусов. Однако, очень важно понимать, что те, что выдерживают поворот на 90 градусов, заодно выдерживают поворот и на 180. Ну и являются тоже расстрастами общего типа. Поэтому, на самом деле, нас интересуют 2 в 16. Это выдерживающий поворот на 90 градусов. 2 в 16 степени. Дальше. 2 в 32 минус 2 в 16. Это те, что выдерживают поворот на 180, но при этом не выдерживают поворот на 90. Мы 2 в 64 минус 2 в 32. Это раскраски всей доски, которая не выдерживает даже поворот на 180 градусов. И теперь смотрите, когда у нас есть раскраска вот такого типа, что это общая раскраска, то, поворачивая ее, мы получаем разные раскраски. Поэтому, если можно вращать доску, на самом деле, это количество надо в 3 печки. Вот такие дают два варианта. Как это объяснить? Наверное, имеет смысл просто посмотреть случай, когда доска 2 на 2. Вот представьте себе, вот эта клетка будет белая, эта клетка будет, например, белая, это черная, и вот эта вот черная. Выдерживает ли эта картинка поворот на 90 градусов? Конечно, не выдерживает. Выдерживает ли она поворот на 180 градусов? Тоже не выдерживает. Правильно? То есть, вот, если мы меняем белое, белое, черное, черное, то не выдерживает. Поэтому, вот, картинка такого типа, каждая, дает 4 штуки. Нарисую другую доску. Тоже будут БМБ и ЧАЧ, только вот так вот расположенные. Это не выдерживает поворот на 90, но выдерживает поворот на 180. И заметьте, пожалуйста, от нее два варианта. Вот от этой было 4 варианта всего, и поэтому нам делили на 4. А от этой всего 2 варианта. Так, и повернутая на 90 градусов, здесь будет ББ, а здесь будет ЧАЧ. Вот. Ну и такой самый, в общем-то, простой случай, это, например, все белые. Если у нас есть такая картинка, то как бы ее не поворачивай, ничего нового не получишь. Поэтому, смотрите, на самом деле нужно 2 в 16 делить на единицу, мы просто ни на что не делим. А 2 в 32 минус 2 в 16 делить на 2. Теперь пишем окончательную формулу. 2 в 16 степени плюс 2 в 32 минус 2 в 16 пополам. И еще плюс 2 в 64 минус 2 в 32 на 4. Конечно, все это можно чуть-чуть упростить. Почему? Потому что вот 2 в 16 минус половинка 2 в 16. Это 2 в 16 степени пополам. 2 в 32 пополам минус 1 в 4. Половинка минус 1 в 4 это 1 в 4. Поэтому будет на самом деле 2 в 32 разделить на 4. Ну и, наконец, 2 в 64 степени разделить на 4. Или то же самое. 4 это 2 в квадрате. Это 2 в 62. Это 2 в 30. И здесь будет 2 в 15. Давайте возьмем таблицу маленького размера. Напишем такую же формулу и для маленьких таблиц мы просто можем, в конце концов, все варианты минусы посмотреть. Что-то маленькое таблице. 3 на 3. Так, давайте разбираться. Сколько всего таблиц? 2 в 9 степени. Отлично. Сколько таблиц, выдерживающих центральную симметрию? Вот эта клетка какая угодно. Вот эти образуют пару. Это одного цвета. Эти образуют пару. Эти пару. И эти пару. То есть на самом деле 2 в 5 степени тех, что выдерживают центральную симметрию. Сколько тех, что выдерживают поворот на 90 градусов? Ну, опять, вот эта клетка какая угодно. И надо покрасить вот так. Вот эти клетки надо как-то покрасить. Потом поворачиваешь здесь на цвет этих, цвет этих и цвет этих. Так что на самом деле будет 2 в кубе. 2 в кубе. Теперь начинаем считать. Значит, 2 в 9 степени минус 2 в 5. Это общего типа. Так что это число надо разделить на 4. 2 в 5 степени минус 2 в кубе надо разделить на 2. Почему? Потому что, потому что, потому что, когда вы поворачиваете на 90 градусов, то получаете другую раскраску. И, наконец, надо просто взять само число 2 в кубе. Отлично. Складываем. Опять у нас здесь получается 2 в кубе полам. Здесь получается 2 в 5 степени разделить на 4. И 2 в 9 степени тоже разделить на 4. Так, и что же это такое? Ну, правда, я бы не сказал, что сейчас есть желание все эти 140 штук. 4 табличек вырисовываете. Хорошо. Вроде бы ответ получили. Но опять хочется все-таки как-то проверять. Давайте последний проверим. Смотрим. Работает ли, опять, 2 на 2. Вот она, табличка 2 на 2. Наши числа опять вырисовываем. 2 в 4 степени это все. 2 в квадрате. Это те, что удерживают центральную симметрию. И 2 штуки. Это либо вся белая, либо вся черная. Те, что удерживают поворот на 90 градусов. Отлично. И теперь формула. Вот они все способы. С точностью до вращения. Либо все способы белое, либо все способы черное. Либо одна беленькая клетка, либо одна черная клетка. Либо стоят по диагонали, как здесь. Либо стоят по стороне. Все, 6 способов. Ну вот. 2 на 2 мы сумели проверить. Но дальше, если есть энтузиаст, проверяйте сами вот это самое штуку 140.